Вторая книга царств Глава пятнадцатая После этого Авесолом завел у себя колесницы и лошадей, и пятьдесят скороходов, и вставал Авесолом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесолом подзывал его к себе и спрашивал, — Из какого города ты? И когда тот отвечал, — Из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авесолом, — Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесолом, — О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесолом в сердца израильтян. По прошествии сорока лет царства Недавида Авесолом сказал царю, — Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет, если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. И сказал ему царь, — Иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авесолом лазутчиков во все колена Израилева, сказав, — Когда вы услышите звук трубы, то говорите, — Авесолом воцарился в Хевроне. С Авесоломом пошли из Иерусалима двести человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авесолом послал и призвал Ахитофела, гелонянина, советника Давида, из его города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авесолома. И пришел вестник к Давиду и сказал, — Сердце израильчан уклонилось в сторону Авесолома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, — Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авесолома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас и не навел на нас беды и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю, — Во всем, что угодно, господин нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь десять жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Беф-Мирхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелефеи, и все фелефеи, и все гефяне, да шестисот человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею-Гефянину, — Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты, чужеземец, и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится, возвратись и возврати братьев своих с собой, да сотворит Господь милость и истину с тобой. И отвечал Ефей царю и сказал, — Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. И сказал Давид Ефею, — Итак, иди и ходи со мной. И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток кедрон, и пошел весь народ и царь по дороге к пустыне. Вот и Садок, священник, и все левиты с ним несли ковчег завета Божьего из Бефары и поставили ковчег Божий, а Веафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку, — Возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно. И сказал царь Садоку, священнику, — Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. И вот я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Эвиафар, ковчег Божий, в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждой голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом. И сказал Давид, Господи Боже мой, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давида. Одежда на нем была разодрана и прах на голове его. И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мной, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авесолому, царь, прошли мимо братья твои, и царь отец твой прошел, и ныне я раб твой, оставь меня в живых, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоаннафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусий, друг Давида, в город, а Весолом же вступал тогда в Иерусалим. Глава шестнадцатая Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парой навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смокв и мех с вином. И сказал царь в Сиве, для чего это у тебя? И отвечал Сива, ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отроком, а вино для питья, ослабевшим в пустыне. И сказал царь, где сын господина твоего? И отвечал Сива царю, вот он остался в Иерусалиме и говорит, теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. И сказал царь Сиве, вот тебе все, что у Мемфивосфея. И отвечал Сива, поклонившись, да обрету милость в глазах господина моего царя. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей и злословие его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. «Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса сын Саруии царю. «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь. «Что мне и вам, сыновья Саруии? Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессии всем слугам своим. «Вот если мой сын, который вышел из шресла моих, ищет души моей, тем более сын Вениаминитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а семей шел по склону горы, со стороны его шел и злословил, и бросал в сторону его камнями и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий, архитянин, друг Давида, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому, «Доживет царь, доживет царь». И сказал Авессалому Хусию, «Таково-то усердие твое к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авессалому, «Нет, я пойду вслед того, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу, «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Ахитофел Ахитофелу, «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобой». И поставили для Авессалома палатку на кровли, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофелу, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофелу как для Давида, так и для Авессалома. Глава 17 И сказал Ахитофел 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 Ахитофелу, «Выберу я двенадцать тысяч человек, и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного душу, которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом, «Позовите Хусия Архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря вот, что говорит Ахитофел, «Сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хусий Авессалому, «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусий, «Ты знаешь, твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведицы в поле, у которой отняли детей, и как вепрь свирепый на поле, и отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них, и услышат, и скажут, было поражение людей, последовавших за Авессаломом. Тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом. Ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним. Поэтому я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него, и тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю. И не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хусей Садоку и Авиафару священникам, так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так. Не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рагель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодца покрывала и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали, «Где Ахимаас и Анафан?» И сказала им женщина, «Они перешли в брод реку». И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодца, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду, «Встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел». И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К расцвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробнице отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амиссая вместо Иоава над войском, Амиссай был сыном одного человека по имени Иефер из Изриэля, который вошел к Авегее, дочери Нааса, сестре Саруии, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сави, сын Нааса, из Равы Амманицкой, и Махир, сын Амиила, из Ладавара, и Верзели и Галаадитянин из Раглима принесли десять приготовленных постелей, десять блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масло, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они, народ голоден и утомлен и терпел жажду в пустыне.